Когда Колин был маленьким мальчиком, ну, может быть, лет 5 или 6, ему было, ну, может быть, даже и 7, у него была такая обязанность. Он помогал своему деду производить молоко, потому что его дед был молочником. Милкмен. Всем привет! Меня зовут Елена Прохладная, и вы на канале Англия моими глазами. И сегодня в своем видео я хочу немножко рассказать вам об этой старой, милой, доброй традиции, о том, как в Великобритании раньше развозили молоко по домам. Традиция эта возникла как в 19 веке вместе с развитием железных дорог, потому что тогда появилась возможность быстро и дешево доставлять свежие молочные продукты из сельской местности в город. Но тогда молоко перевозилось в больших таких огромных битонах в телегах. Но уже в 20 веке молочники стали использовать стеклянные бутылки. Эти стеклянные бутылки, конечно, тоже клали в повозки, запряженные лошадьми, и объезжали каждый дом, и ставили у порога каждого дома вот такие вот бутылки с молоком. И когда Колин мне рассказывал вот о своих вот этих путешествиях вместе с дедом, о развозе молока, ну, он рассказывал, знаете, с удовольствием, потому что для него это была не только обязанность, для него это было удовольствие и интерес, ему было все интересно. И когда он мне рассказывал, в моем мозгу, знаете, была такая четкая картина. Раннее утро, такой вот, знаете, такая тяжеловесная лошадь, в этой телеге стоят, ну, наверное, какие-то там, какая-то тара была вот с этими бутылками молока, и они, значит, курсируют от одного дома к другому. Иногда, кстати, такая вот доставка осуществлялась до трех раз в день, не только утром, но еще и среди бела дня, потому что в то время тогда еще не были в ходу холодильники, и поэтому молоко очень быстро портилось. Есть такая статистика, цифры говорят, что в 70-е годы около 90% молока разливалось по бутылкам, а уже в 90-е годы ситуация резко поменялась, причем не в лучшую сторону для молочников. Потому что супермаркеты в погоне за прибылью, за покупателями, стали закупать молоко оптом, и, конечно, стали приобретать дешевую пластиковую вот эту вот посуду, эти дешевые пластиковые бутылки, и, конечно, многие молочники тогда остались без работы. Ну, а сейчас, в настоящее время, с введением новых экологических норм, да, и с развитием борьбы против вредного всей планете пластика, вот эти вот старые, добрые, милые стеклянные бутылки опять возвращаются к англичанам на порог их дома. Отказываются от пластика, от пластиковых бутылок, и хотят, чтобы им доставляли молоко на дом вот в такой стеклянной таре. Я, конечно, Кольна спрашивала, говорю, я знаю, что некоторые из наших соседей, из англичан пользуются услугами молочников, местных молочников. Возможно ли это для нас? Он говорит, конечно, возможно. Ну, вы знаете, мысль как-то у меня так вот поселилась в голове, но я особо её не преследовала, потому что у меня были и другие заботы, да, другие, другие дела. А на прошлой неделе к нам в дом позвонили, я открыла дверь, и стоит парень и сказал, что он работает с одной, ну, либо он был представителем вот этой вот самой компании, семейный бизнес у них, и они развозят молоко по домам. Вы не представляете, как я обрадовалась. То есть то, о чём я думала какое-то время назад, вот как раз осуществилось. К нам на дом пришёл, мне не нужно было искать моего молочника, да, не нужно было преследовать, искать его телефоны или какие-то адреса. Он сам пришёл к нам, позвонил к нам в дверь и предложил свои услуги. И, конечно, мы с радостью согласились, но мы не знаем, какова цена. Он сказал, что мы должны выбраться день. Понедельник, четверг, либо вторник и пятница. Но мы выбрали понедельник, четверг, и вот сегодня четверг, и нам пришла бутылочка молока. Сегодня четверг, а значит, к нам должен прийти молочник. Ну, я сегодня как маленькая девочка. С утра пораньше, конечно, проснулась. Доставка должна была быть до 7 утра. И вот я проснулась в 6, конечно, продевала приезд молочника. Но вот открыла дверь, а бутылка стоит уже здесь. Но не прелесть ли? Ну и вот теперь эта бутылочка молока, вот она. Вот эта бутылка молока. Здесь пинта. Пинта молока, ну, это английская мера. Вот на этой стороне, как бы на фронтальной стороне бутылки написано, значит, номинование компании, телефон. И также написано, пожалуйста, сполосните и верните. А наобороте тоже, тоже просьба к жителям. Написано, что, пожалуйста, не выбрасывайте вот эти бутылки в мусорный контейнер, который у нас стоит здесь вот в дворе. Значит, вы их сполосните и потом оставьте их у дверей своего дома. То есть оставьте их тогда, когда ожидаете следующую партию привоза. Ну, у нас следующая партия будет вот такая же бутылочка, будет в понедельник. Но я думаю, что мы в понедельник будем заказывать одну пинту, а вот на выходные будем, наверное, заказывать две пинты. Потому что я там, может быть, буду что-то такое готовить. Вот. И буду использовать это молоко в своей готовке. Сколько стоит? Я не знаю, какова цена этой бутылки молока. Сколько стоит вот эта вот пинта. Потому что он сказал, что вы сначала попробуйте. Попробуйте. Если вам понравится, то мы с вами будем работать. Если же нет, то, конечно, и нет. Поэтому у нас вот сегодня пробный такой день. Мы попробуем и потом ему позвоним или они нам позвонят и спросят, что мы решили. И они вот, значит, со своим предложением, вот этот парень нам дал такую небольшую листовку, на которой написаны, конечно, все их координаты. И написано, что можно еще заказать не только молоко, но еще можно и яйца свежие и также сок. Поговорила с знакомыми, которые уже пользуются услугами молочника. Они сказали, что, конечно, качество гораздо лучше, чем в супермаркете. Но и цена. Цена тоже повыше. Но не знаю, какая будет у нас цена. Зависит, конечно, от того, сколько мы будем брать молока. Вот. Но я уже об этом говорила, что мы, наверное, будем брать одну пинту в понедельник и на выходные будем брать две пинты. Ну, если честно, я не большой любитель молока и вообще молочной продукции. Но, конечно, я буду использовать это молоко для приготовления, допустим, блинчиков. Или вот смюсли я буду есть с какими-то хлопьями и так далее. Добавлять в кофе там или в чай иногда. Ну, а колен, конечно, всегда добавляет в чай. Ну, и, конечно, мы хотим поддержать местных фермеров, местных производителей. Вот. И будем, наверное, пользоваться их услугами. И вот сейчас я буду пробовать это молоко. Вот приготовила специально хлопья. Видите, они на заднем плане стоят. Сейчас попробую. Так, сейчас я попробую открыть. Давно не открывала. Такие крышечки. Упс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, ну, правда, отличается. Хоть я и не любитель молока, скажем так, но почувствую разницу, как говорится. Очень вкусно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА